ну что окунемся в историю в живописном месте гифхорна на довольно большой территории есть музей мельниц где воссозданную в натуральную свою величину мельницы с разных стран мира фанатам мельниц если таковые имеются не надо объезжать все эти страны где находятся оригиналы а достаточно посетить одно место ну мои познания мельницах ограничены сервантосом и дон кихотом который с ними боролся но тема для меня все равно интересно потому что как минимум это красиво начнем знакомиться с этим местом думаю что ход сами мельницы тоже открыт можно посмотреть какие-то механизмы и конечно всем известно принцип работы мельниц это жернова которые зерна зерно перемалывают муку ну что ж начнем издалека не как-то выглядят небольшими но когда подходишь непосредственно к ним то оказывается что это довольно большое сооружение судя по цвету стен этих мельниц я там на указателях видел что данные мельницы оригиналы находится в греции ну и белый цвет в греции кто был знают присутствует практически везде потому что страна жарким климатом и стены не так нагреваются ну и коль я привык уделять внимание разным мелочам сразу же заметил агау конечно странно что в германии она растет и себя относительно нормально чувствует потому что это растение которое произрастает жарком климате все-таки для востока германии это какой-то реликт ну судя по их размерам этих ага то есть не совсем подходящее место для них потому что во франции на юге они ну значительно больше в разы на территории это уже описанного места находится множество водоемов как небольших так и более крупных озер и проток между ними место конечно в своем роде довольно уникально не зря его выбрали для этого музея в этой стороне находятся мельницы из трех стран мира греческую я вам показывал затем стояла испанская мельница это французская я пока не заостряю внимание на внутреннем убранстве многие из них открыты можно зайти потому что с этого места я обнаружил более крупные вот там я думаю непременно загляну внутрь это будет интересное для меня и думаю для вас начиная осмотр более серьезных сооружений и думаю что вот в эту мельницу я непременно заглянул внутрь посмотрим как там все устроено даже можно подняться по лесенке наверх рассмотреть сам механизм во всех подробностях думаю что сюда загонялась какая-то телега и сразу же отсыпалась мука откружалась вывозилась вот и жернова каменные конструкция мельницы в разрезе о ослы санчо панса вообще-то эта мельница чем-то похожа конечно то что я видел фильме парадон кихота ну соответственно атрибут этой мельницы я свой но я думаю что все совсем не так так как это работа по вывозу довольно неспешная было пока мука на молится соберется думаю что вывозили ослами потому что хранилище для муки находились где-то поблизости не надо было преодолевать какие-то большие расстояния для этих целей достаточно было слов почему-то вагонетка тут рельсовая но думаю вряд ли тут были рельсы хотя все возможно два ветряка один от маленький сбоку не знаю его предназначения ну раз он есть значит тоже какие-то механизмы запускал ну а здесь отдельно стоящий павильон где много макетов у таких маленьких мельниц ну и соответственно всякая утварь может эти макеты мельниц это дальнейшие планы те кто создал этот музей и возможно в будущем они появятся полную свою величину опять старинные журнала думаю что это оригинал судя по тому как время изъело камень идем дальше наряду с витриными мельницами музея есть и водяные принцип всех мельниц один вот движители разные там движителем является воздух здесь вода ну посмотрим что это за чудо судя по этим колесикам подобная мельница стояла не на маленькой речушке довольно серьезный агрегат ну и красотища кругом это мельница как-то бледно выглядит на фоне остальных ну наверное в своей стране она как-то по-своему знаменита возле каждой мельницы присутствует информационный стенд оригинал этой мельницы находится где-то в Германии ну и описание ее и технические характеристики еще одна водяная мельница причем действующие действующие не в плане производства муки а в плане вращения каких-то механизмов в данном случае это колеса которые вращаются водой дойдем поближе ну да здесь нет никакого ручья насосы накачивают куда-то там воду и она вращает эти колеса падая вниз ну скажу так что поток не очень сильный но тем не менее этого хватает чтобы вращать колеса думаю за счет передаточного своего числа там какие-то шестерни этого вполне достаточно у этой мельницы несколько иной принцип как видим ось расположена вертикально они горизонтально соответственно и лопасти больше похоже на турбины это скорее всего где-то в горах такими не составились потому что эти лопасти будут работать только в том случае если на них будет падать вода под определенным углом что видно вот поэтому желобом ну и рядышком более скромная водяная классическая как я их уже определил по сравнению с той что я комментировал но по-своему тоже чем-то уникально взял он такая деревянная голова с которой льется поток водой думал что в этом музее одни мельницы ну вот дошел до места где воссозданы дома каких-то наверное старых ремесленников здесь же находится кафе или ресторанчик где можно отобедать людей довольно много сегодня есть не только немцы слышала речь русскую и голландскую то есть место довольно посещаемое туристами это судя по вот этим столиком сделаны из жерновов воссозданная таверна какая-то старая распашные дверцы дата постройки этой копии 1982 год это мельница настоящая громадина я не знаю с чем сравнить наверное по размерам там двенадцатиэтажку не меньше вот это да очень впечатляет ну и по соседству раз была мука значит были и пекари это для меня явилось некоторой неожиданностью воссозданный православный храм не знаю где в россии находится оригинал этого храма если это видео кто-то будет смотреть из россиян может быть он знает что это за храм в комментариях напишет там дальше еще какие-то храмы сейчас пройдем посмотрим каждое строение этого музея ну полностью уникально и неповторимо надалеке вижу опять православные купола сейчас и туда доберемся да красиво ничего не скажешь вот уровень инженерии тех лет конечно оставлял желать лучшего но были светлые головы смогли все это придумать чтобы облегчить жизнь себе думаю это было в свое время революционным шагом до этого наверно мололи муку пестиком в какой-нибудь там ступе я нашел более удачное место для съемки православного храма там мне пришлось снимать напротив солнца возможно какие-то детали были не видны зато отсюда можно рассмотреть его во всех подробностях вход в храм открыт но убранство православных храмов я знаю не понаслышке я уже здесь довольно долго гуляю еще предстоит пройти посмотреть какие-то экспонаты поэтому задерживаться здесь не буду ну а это просто удачное место для съемки вот мельницу и ближайшие строения я уже комментировал здесь просто стою и медитирую на эту красоту как выяснилось это уже совсем другой музей для того чтобы сюда попасть мне пришлось выйти в заграждение музея мельниц ну я уже там все посмотрел ну судя по количеству людей которые находятся в этом музее я не думаю что мне там будет интересно тем более несколько смущает вот это смещение стилей то есть я вижу православные купола и что-то нечто непонятное пристроенное рядом я думаю что музей мельниц был образован намного раньше а это уже кто-то тут пытался примазаться рядышком чтобы на славе музея мельниц как-то приподняться непонятные арки в общем я думаю что там ничего интересного для меня не будет да издалека это смотрится заманчиво золоченые купола тоже в принципе слева это православный какой-то храм деревянный ну а справа вообще непонятная вещь думаю что на этом я сегодняшнее видео буду заканчивать потому как то ради чего я сюда ехал я все смотрел ну и надеюсь показал какие-то интересные моменты вам ну и напоследок всем пока и до следующих интересных видео могу еще добавить что для тех кто соберется сюда ехать вход в музей мельниц 12 евро в этот музей 10 евро все всем пока до скорого